За все время своей деятельности сотрудники Анапского аварийно-спасательного отряда Кубайнспас провели более тысячи работ, оказали помощь тысячам человек. Спасено 798 человек, из них 130 детей. Наши специалисты проводили поисковые аварийно-спасательные работы на воде и в горах. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера приходилось действовать не только в Анапском районе, но и за его пределами. Так, в ноябре 2007 года наши специалисты участвовали в ликвидации последствий экологической катастрофы в Темрюкском районе, когда в Керченском проливе затонули несколько судов и в воду попали мазут и сера. Работа на месте происшествия велась несколько месяцев. В июле 2012 года во время сильнейшего наводнения на Кубани анапские спасатели работали сразу в двух городах – в Крымске и Геленджике. В Славянске-на-Кубани в сентябре 2012 обрушилась кровля на здании больницы. Разбирать завалы помогали наши спасатели. В 2013-14 годах сотрудники отряда участвовали в подготовке к проведению Олимпиады в Сочи. В сентябре 2014 года помощь анапчан потребовала жителям в Ейском районе, пострадавшие от нагонной волны. Спустя месяц стихия хозяйничала в Анапе, и уже здесь пришлось ликвидировать последствия наводнения. В августе 2017-го в Керченском проливе упал в воду автобус. Водолазы анапского отряда вели поиск пропавших. Однако об эффективности экстренных служб можно судить не только по количеству аварийно-спасательных работ. Важная составляющая деятельности спасателей – предупреждение происшествий. Особое внимание уделяется профилактике ЧАЭС на воде. Но главное – гордость анапских спасательных служб кадры. В день юбилея службы хочется пожелать ребятам любить свою профессию и постоянно совершенствоваться. Но чтобы их опыт и навыки применялись как можно реже.